МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цены на лекарства зашкаливают. Как спасаться тем, чья жизнь зависит от медикаментов? Сто дней правительства министры отчитались. Что ждет нас дальше? Смерть губернатора Запорожья. Самоубийство или убийство? Версии. Болеть нельзя, умереть. Где ставить запятую? Лекарства за последнее время настолько подорожали, что многие отказываются их покупать. Что делать и кому это на руку? В аптечных спекуляциях разбиралась Ирина Романова. Каждый день таблетка гормонального препарата. И так уже 20 лет. После удаления щедовидки это единственный выход для Левтины Петровны. Но теперь все лекарства стоят ей половины пенсии. Полгода еще тому назад, где-то в районе 50 гривен даже еще. А сейчас они уже 121 гривна стоят. Плюс таблетки давления, которые стоили 6,2 гривны, а сейчас стоят 200 гривен. Нестабильность на курсовом рынке. На отечественные лекарства порядка 30-40%. На импортные, которые 100% привязаны к доллару, доходят и до 300. Почему же тогда за год доллар подорожал в три раза, а некоторые медикаменты почти в пять? Это спекуляция, считают в центре противодействия коррупции. Каждая мережа имеет на своем складе какие-то запасы. И даже когда курс доллара подрос, то сегодня и сегодня в аптеке сразу в этот день менялись цены на лекарства. Даже не пропорционально росли. На валютные колебания кивают все и отечественные фармпроизводители, и дистрибьюторы, и аптекари. И каждый из этих звеньев тоже хочет заработать. А что же госорганы, которые должны следить за фармацевтическим ценотворчеством? Минздраве уверяет, это не их парафия. Госинспекция по контролю за ценами в процессе ликвидации. За ценами наблюдает антимонопольный комитет. И там тоже заметили спекуляцию. Поползут ли теперь цены на медикаменты вниз, пока неизвестно. Поэтому некоторые уже забывают дорогу в аптеку. Цены, к сожалению, недоступны. Просто люди поставлены в такие условия выживания. Если два года назад говорилось, что 20% пациентов вообще не ходят в аптеку, потому что нет денег, то сейчас, наверное, 40, может, и половина просто не ликуются. Это або переходит в хронологическую форму, або тихонько повезут на кладовище. Нет лекарств и в реанимационных отделениях их просто не закупили, говорит Виктор Сердюк. А если инфаркт, операция, ранение, ДТП, об этом даже подумать страшно. Ирина Романова, Ольга Клюева, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Утром деньги, вечером закрытие школ и вузов. Стали известны некоторые подробности условий, на которых МВФ согласился предоставить Украине кредит. Например, количество институтов и университетов должно быть сокращено более чем вдвое. Сейчас их 802, но уже до конца года должно стать 317. Школы тоже сократят. Пока лишь на 5% за счет объединения. Чиновники говорят, что это позволит сэкономить 300 миллионов гривен. Все это прописано в меморандуме Украины и Международного валютного фонда. Правительство сегодня публично отчитывалось за первые 100 дней работы. Премьер Арсений Яценюк несколько раз подчеркнул, несмотря на то, что к обмену коалиционные министры от разных политсил работают как единая команда. О том, что делается и что уже сделано в каждом из ведомств, их руководители доложили лично. Граждан просили сохранять единство и запастись терпением. А Яценюк говорил о сложности реформы. Я думал, как объяснить, почему мы принимаем те решения, которые сейчас принимаем. И не все. Как на улицах, так и в социальных мережах счастливы от этих решений. Это сегодня. Но после сегодня будет завтра. Мы выбрали сложный, но единоправильный политический шлях. И вот как оценивают первые 100 дней работы правительства депутаты. Послушаем их мнение. В первую очередь, я хочу напомнить всем, что у нас парламентская президентская страна. Будем сказать, что то есть тот план реформ, который все пять фракций Верховной Ради согласились вместе, что они будут выполнять. И под эту коллекционную угоду мы подбирали уряд. Вы помните, что вся страна ставила на главную тему при выбирании уряда, чтобы это были профессионалы. И поэтому такой просто штрих, чтобы коротко, я не уверена, что это уряд профессионалов. Камин живет от кредита до кредита. На жаль, у меня такое чувство, что 23-летняя практика украинского уряда брать кредиты и проживать эти кредиты, она успадкована и этим урядом. Он потребует обновления и подсиления, переформатирования. И, естественно, нужно набирать кабинет министров не по партійным квотам, на жаль, как это сделано, не по какому-то деребану, а все-таки брать сегодня профессионалов. Сто дней уряду является одним из самых больших за последние 20 лет украинского народа. Мы, на жаль, не видели реформу. Продолжается хабарство. Причем он набирает системного характера. Я с многими говорю с предпринимателями, с чиновниками, которые работают в среднем ланце кабинета, на против Верховной Ради. Так вот они мне говорят о том, что лучшего майстра или команды майстров строить схемы и грабить украинский бюджет, чем этот уряд, украшенный уряд, нет. Проблема – это непрофессионализм правительства. И второе – это непроведение реформ. Это две главные ошибки, которые на сегодняшний день есть. Более непрофессионального правительства в истории Украины еще не было. Вы придумываются виртуальные стены. К результатам деятельности можно отнести и 30-процентное падение экспорта, огромная безработица, неработающие предприятия в промышленных регионах. Отдельная претензия оппозиционного блока – это остановленные выплаты на востоке Украины. Люди не получают зарплат, люди не получают пенсии, стипендий, то есть положенного того, что они заработали в Украине. А это граждане Украины. И это вызывает наше возмущение и огромный потест. Оппозиционный блок требует от правительства восстановить выплаты на Донбассе. Мы обратились с соответствующими обращениями в суды. Мы считаем, что это граждане Украины, украинцы, которые должны получать зарплаты, пенсии и стипендии. Украинская экономика в плачевном состоянии, так считает глава представительства ЕС в Украине. По мнению Яна Тамбинского, после введения торговых преференций для украинских производителей намечался рост внешней торговли. Однако позднее из-за системных проблем в экономике страны показатели снизились. Международные финансовые институты активно помогают Киеву. Однако, по мнению еврочиновников, выход из сложной экономической ситуации должны найти сами украинские власти, проведя настоящие реформы. Что нужно для оживления экономической активности, это поддержка финансовыми институтами страны, там, где финансовая система близка к коллапсу и где проблематично нарастить активность. Очередной скандал на блокпосте под Харьковом о досмотре с особым пристрастием. Написал в соцсетях волонтер, описал все в подробностях и обратился в МВД. Так, что же все-таки произошло в Изюме и что ответили в ведомстве? Подробнее Елена Митясова. Осныли машину, я даже не успел открыть дверь, человек в форме меня выдернул из машины. Так, без лишних слов и церемоний на блокпосту под Харьковом досматривали машину Дмитрия. Он уже год возит помощь бойцам на передовую, медикаменты, амуницию, еду. А теперь, возвращаясь с двумя товарищами, оказался в ситуации, как в настоящем фильме-боевике. Мат из порога, обыск до последнего винтика в машине, обвинение в грабежах на передовой и все это под дулом автоматов. Особо, говорит волонтер, разверели, когда нашли пару упаковок носков. Посчитали, что это мы вывозим из зоны АТО, то есть на продажу носки, видимо. Полтора часа по стойке смирно, все это время досматривающий, говорит Дмитрий, пытался успокоить командир батальона. От трех сотрудников, которые нас особо жестко досматривали, у них был запах перегара. Их начальник непосредственно, Владимир, он их уводил, этих троих. Три раза он их забирал, три раза они возвращались. Первопастного агентственного не убит. Сейчас на блокпосту в Изюме об инциденте ничего не помнят. Милиционеры уверяют, быть такого не могло. Точно, сейчас не пригадаю, потому что, допустим, в день бывает по 200-300 машин, что там автоматы пхали в лице, сказали, что вытягивали из машины, то есть такого не было. Но служебное расследование все же будет. В МВД подтвердили скандал имел место, и трое причастных к нему милиционеров отправлены на ротацию. На той час перебывали на службе працівники Рівненського ГОМС Украины. Якщо буде встановлена їх вина, то будут притягнуты до дисциплинарной відповідальности, вплоть до звільнення з органами души справ. На Изюмском блокпосту это не первый инцидент. Два месяца назад милиционеры избили здесь журналиста громадского ТВ. Пытались отобрать у него камеру, но до сих пор никто не наказан. Наоборот, чиновники предлагают их наградить. Этот случай не потянул на уголовное преступление. И эти ребята перехватили груз 16 кг взрывчатки на проселочной дороге ночью. Но случай случай рознь, уверяют в ведомстве. Если в этот раз докажут, что милиционеры превысили свои полномочия, прикрывать никто никого не будет. А чтобы избежать подобных инцидентов, всех, кто несет службу на блокпостах, обяжут носить нагрудные видеокамеры. Но когда этого платят в жизнь? Елена Митясова, Лидия Калинина, Александр Данилов и Александр Яновский. Подробности в телеканал Интер. И уже готовы выйти в эфир мои коллеги, которые работают в зоне АТО. Первым с нами на связи Вениамин Трубачев. Веня, здравствуй. Ты сегодня был в районе Донецкого аэропорта. Какая там ситуация? Да, Наталья, сейчас район Донецкого аэропорта по-прежнему самая горячая точка на фронте. Боевики сегодня обстреливали позиции украинских войск вблизи Авдеевки. И при этом использовали не только стрелковое оружие, но и артиллерию. Из тяжелых орудий террористы также вели огонь по поселкам Песке. Водяное и опытное. Военные говорят, что интенсивность обстрелов увеличивается как раз ночью, когда нет наблюдателей ОБСЕ. С каждым днем ситуация накаляется. Начинается со стрелкового, пулеметы уже последних 3-4 дня. Начиная от 80-х минометов, каждый день все больше и больше. Даже уже грады ложились на опытное. Сегодня, сами слышали, 152-мм САУшки работают. Украинские военные в ответ не стреляют. И все тяжелые вооружения на этом участке фронта украинская армия, согласно минским договоренностям, уже отвела. Поэтому стрелять в ответ, в принципе, даже не из чего. Дальше кладбище, да, там, может метров 50-100 где-то. С минометом, конечно, работал. Ну, дня, наверное, 4-5 назад работал штук, наверное, 6-7 минометов, наверное, стрелял по нашим позициям. В районе Донецкого аэропорта активизировались также диверсионные группы боевиков. Они подбираются ночью в основном к украинским позициям, обстреливают их и быстро уходят. Периодически стреляет и снайпер, поэтому военные стараются на одном месте долго не находиться. Была диверсионная группа вот тут, в Тоником, возле фермы. По нам работал пулемет, стрелял. Выезжала команда, защищала. То есть пока безуспешно все это. Они подбираются со всех направлений. Диверсионные группы счастенько к нам приходят. Ну, как можем, так отпор даем. В Луганской области боевики также нарушают условия перемирия и периодически стреляют из артиллерии, в частности на Бахмутской трассе. Но стоит отметить, что эти атаки неинтенсивные. Наталья. Спасибо, Веня, Вениамин Трубачев, о ситуации в Донецкой области. Перемирие боевики используют для ротации и тренировок новоприбывших наемников. В Горловке концентрируют технику и продолжают обстреливать позиции украинских сил. Под таким огнем сегодня побывала и наша съемочная группа. Подробнее, Ирина Баглай. И вот так каждый день. Боевики ДНР регулярно атакуют позиции украинских силовиков под Горловкой. Со дня перемирия разве что тяжелой артиллерии не накрывают. В полутора километра отсюда уже их укрепрайоны. Окопались основательно. Без артиллерии не выбьешь, говорят армейцы. Самое тяжелое из орудий у наших зенитка. Да и из нее бьют в крайнем случае. А вот свою артиллерию российские наемники оттягивать и не думают. Выходы градов наблюдаем. Либо у них там тренировки происходят не по нашим позициям. Ночью видели, было пару залпов. Ракета-6 вышла. Сообщения о наступлении террориста ежедневно публикуют в соцсетях. Присылают и бойцам по телефону. Накапливают силы в самой Горловке. Мне отводят старую разбитую технику, там металлом грубаревой возик, который уже ремонту не подлежит. Вместо этого ночью заезжает все новое, хорошее, рабочее. Ну понятно, что днем они его прячут и никому его не показывают, но технике там больше чем надо. Линия фронта разделила семью Натальи. Родители в Горловке, она в пригородном поселке. Между ними 10 километров. Теперь непреодолимое расстояние. На оккупированную территорию ехать страшно. И пути все перебиты. Вот на Константиновку, а вот идет на Майорск, Горловка, Никитовка, Горловка, на Донецк. Вот это была дорога. Разбили все. Там мост взорвали, ДНР взорвали мост. Такой мост был шикарный, хороший мост. Так плакали все люди. Зачем было его взрывать сообщение? Ну и что, кому хуже? Людям хуже. А дальше пошла уже территория ДНР. В прифронтовой Магдалиновке еще два дня назад было тихо. Село ожило. Тут есть свет, вода и пенсию люди получают. И в магазине продуктов хватает. Только цены кусаются. А вот этой ночью снова стрельба. За ситуацией в стране что творится у нас? У вас застреляют или не стреляют? Ну, было тихо. Сейчас, вчера стреляли. Уже не знаю, не прячемся. Ну, потому что уже привыкли, наверное, к этому. Стали напрязаться. А вот слухи о наступлении боевиков людей пугают. С болью смотрят на разрушения от обстрелов. Вспоминают, какой цветущей еще недавно была Магдалиновка. Теперь это форт-пост на пути горловских террористов к мирным Артемовску и Дзержинску. Ирина Баглайвла для Ноль, Василий Сачук из Донецкой области. Подробности – телеканал Интер. И о том, что происходит в районе Мариуполя, узнаем у Эльвины Сигбулаевой. Эля, здравствуй. Что тебе известно? Да, Наташа Кананаде под Широкино. Они утихают с утра. Залпы тяжелых орудий доносились и до самого Мариуполя. Вот в поселке Бердянском стоят бойцы 37-го мотопехотного батальона. И рассказывают, что террористы сначала обстреливали их из минометов, гранатометов, а потом пошли автоматные очереди. Ребята попали под снайперский обстрел. Есть раненые. Ждали, пока танк вытянут, один трехсотый. Нам не дали артобстрел. К нам танчик приехал. Начали закидывать минами. Не давали даже голову поднять. Вот это сколько? Два часа просидели там. Снайперы отслеживают перемещение любого солдата и стреляют, потому что держат в постоянном психологическом давлении два танка. Непосредственно в самом Широкино. Ориентировочно три танка находятся в районе Саханки. И дальше, конечно, у них значительно больше группировка войск, включая танки, БМП. Широкино все в руинах, и сегодня боевики нарушили минские договоренности. Применили и 120-мм миномет, который должны были отвезти. Взрывы и залпы не пугают самого младшего бойца Василия. И в Широкино наши бойцы засекли женщин-снайперов. Они маскируются под мирных жителей. Тут же не один снайпер. Они маленькие. Они меняются. Так же есть ротация. Когда они заходят, просто навозят боеприпасы и уезжают по Новоазумской трассе в сторону России. И недалеко от позиции, где стоят наши бойцы, мы видели представителей ОБСЕ. Зафиксировали ли они массированный обстрел наших позиций, неизвестно. Ситуация остается напряженной, и звуки выстрелов сейчас слышны в Мариуполе. Наталья. Спасибо, Эля Эльвина Сидбулаева о мариупольском направлении. Россия продолжает снабжать своих боевиков на Донбассе не только оружием, техникой и боеприпасами. В интернете появилось видео из Екатеринбурга. Группа российских наемников перед отправкой в Донецкую и Луганскую области водит на площади шароводы. Ну или танец воинов, как они его называют. Известно, что это подразделение практически в открытую сформировано местным фондом инвалидов и ветеранов войск специального назначения. И несмотря на официальное прекращение огня на Донбассе, зафиксированное в Минских соглашениях, Россия продолжает отправлять военных наемников убивать граждан Украины. О том, что во время перемирия происходит в оккупированных Донецке и Луганске, мы каждый день узнаем от местных жителей по телефону. Послушайте, что они рассказали сегодня. Мир у нас в Донецке прекратился. Начались резкие взрывы в самом городе. Вышелись свист. Я находилась на работе, здание тряслось, как всегда ударная волна по зданию. У нас у всех здесь такое ощущение, что никто не отвел тяжелое вооружение. Просто притрятали, скрыли. На полигоне в Александровске танковые подразделения ЛНР проводили учения. И то ли по ошибке, то ли специально выстрелили. И снаряд попал в третий индийский садик Александровска. Слухами пытаются пустить, что это опять украинская армия. Но там близко особо никого нет. Это из Украинской армии, тем более, что стреляли со стороны Луганска. Сегодня я ездил на блокпост, узнал о пропусках. У меня сегодня 35 дней, как я сдал документы. Сказали, что еще пропуск не готов. Я езжу не сам с товарищем. Сказали, что до 1 апреля документы на пропусках не принимают. В связи с тем, что очень много заявок и просто не справляются. Я была в отпуске, я приехала, мне говорят, мы зафинансировали заявление, что ты вступила в ЛНР. Я говорю, здравствуйте, ребята, вы что, понехали или что? На каком основании? Все, до свидания. Заявление на расчеты ушло. Сказали бюджетники, это учителя. Им сказали работать, волонтеры работать. Экс-губернатор Запорожской области Александр Пиклушенко сегодня найден мертвым. С огнестрельным ранением в шею в собственном доме. По инфициальной информации, рядом лежало охотничье ружье. 60-летний Пиклушенко был нардепом регионалом 6-го созыва. С 2011 по 2014 годы возглавлял Запорожскую область. После бегства Януковича был отстранен от должности, а его имя фигурировало в деле о силовом разгоне Запорожского Майдана. В милиции главная версия самоубийства. А вот советник министра внутренних дел Украины Антон Герашенко на своей странице в Фейсбуке опубликовал три версии гибели Пиклушенко. Суицид, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Оппозиционный блок призывает мир отреагировать на самоубийство политиков. Смерть экс-губернатора Запорожской области еще один признак политического террора, а череда самоубийств вследствие того, что политики были доведены до отчаяния. Причина всему уголовные дела и преследование политических оппонентов. Оппозиционный блок призывает прежде всего Евросоюз дать правовую оценку действиям власти. Элитное жилье, детский дом семейного типа, суды. В прошлом он герой квартирного скандала. Теперь главный сборщик налогов. О неожиданном назначении в Одесской области Андрей Анастасов. Девять лет назад Сергей Данилин, зампрокурора Волынской области, попал в Одессу, занял ту же должность. У местных властей он просит служебное жилье для семьи и почти сразу получает. В элитном районе города четырехкомнатная квартира площадью 150 квадратов. Дорогой ремонт и мебель, техника, даже сауна внутри. Но что-то не так пошло с мэрией. Данилина показательно выселяют. И в квартиру въезжает дом семейного типа. 16 ребятишек с матерью. Вот что она тогда говорила. Мы очень благодарны. Но я не представляю, как мы с таким коголом будем жить в этой квартире, чтобы они ничего тут не запачкали. Тут стены белоснежные. И все такое хрупкое. Данилин не сдается. Долгие годы тяжбь и высший админсуд все же признает. Чиновники незаконно лишили прокурора элитного жилья. К тому времени в спорную квартиру, правда, вселили уже другую многодетную семью. Возможно, этот квартирный скандал давно уже и забыли бы. Но на днях Сергея Данилина назначают исполняющим обязанности начальника главного управления фискальной службы в Одесской области. Нехорошо поступил тот момент зампрокурора области, что он вцепился зубами в то, что по большому счету принадлежит в первую очередь льготным категориям. Мы об этом говорим открыто. Нам такие назначения как бы не добавляют оптимизма. Данилина сразу назвали ставленником губернатора, дескать, землячества. И тот, и другой долго работали на волыне. А палицы припомнили, что подбирая кадры, он демонстративно игнорирует положение алюстрации и назначает чиновников времен Януковича своими советниками. Если губернатор показывает такой пример, то, естественно, все остальные понимают, что люстрация у нас в Одессе не действует. Те, кто саботирует люстрацию, саботируют и срывают реформы. Прокомментировать историю с элитной квартирой мы попросили пресс-службу главы управления фискальной службы. Но там сказали Сергей Данилин в командировке. Ответ возможен только через несколько дней. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканала Интер. Одесса. И еще новости из Одессы. Там снова взрыв. Его уже квалифицировали как теракт. Двоих подозреваемых задержали. В СБУ предполагают, что они осуществили ряд терактов в городе. Около часа ночи взрыв прогремел в офисе партии «Самопомич». Никто не пострадал. Фасад здания поврежден. Ввалился потолок. В окнах вылетели стекла. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который положил пакет под двери офиса. Это уже второй взрыв в этом доме. 10 декабря бомба сработала под дверью волонтерской организации, которая занимается сбором помощи для бойцов АТО. У Путина достаточно насыщенный график встреч. И на этой неделе, и на следующей. Да и рукопожатие у российского президента настолько крепкое, что ломает руки. Это слова его пресс-секретаря Пескова, который вынужден реагировать на сообщения о болезни своего шефа. Эту тему активно обсуждают в соцсетях. Вчера стало известно, что Путин отменил визит в Казахстан, а сегодня не появился на коллегии ФСБ. Последний раз на публике президента России видели 5 марта. Шпионить за друзьями новая тактика Москвы или параноидальный поиск врагов повсюду? И о чем еще не может молчать РУНЕТ? Расскажет Данил Русаков, наш российский САПКОР. Новый шпионский скандал, да еще и по дипломатической линии. Интересно, что участником этой истории стала Чехия. Трагикомизма добавляет позиция первого лица этого государства. Его ведь не раз уличали в прокремлевской риторике. Правда, сейчас настоящего конфликта с битьем посуды не получилось. Официальная Прага просто не продлила визы троим работникам посольства. Один из фигурантов этой истории хоть и числится сотрудником дипломатической миссии, но аккредитации и необходимость согласно закону у него не было. Затем последовали новые разоблачения. Чешская контрразведка вычислила другого, на этот раз настоящего сотрудника, еще одного коллегу. Последнего, как сообщается, был даже вид на жительство. О том, какую на самом деле работу эти люди выполняли, ни слова. Российский МИД ситуацию не проясняет в СМИ, лишь официальные сухие сообщения. Интернет-пользователи высказываний тоже не оставляют. Профессиональные комментаторы заняты другим, чрезвычайно важным для Родины делом. Так называемые интернет-ролли перекинули с темы Украины на смерть Бориса Немцова. Вот уже несколько дней, не стирая в кровь пальцы о клавиатуру, рассказывают что-то о сакральной жертве, руке госгепа. Не обходится и без цитирования слов испанского диктатора Франка. То есть вспоминают всю ту самую пресловутую пятую колонну. Это самая настоящая пляска на костях нашего убитого товарища. Но с другой стороны, ждать какого-то благородства и каких-то там широких жестов от людей, которые зарабатывают свои деньги подлым, циничным, абсолютно грязным способом, наверное, не приходится. Вот характерный пример. Это видео с участием Бориса Немцова разместили на интернет-портале YouTube. А вот комментарии. Согласно действующему украинскому законодательству, мы не можем показать все фразы и даже повторить их вслух. По словам юристов, некоторые из этих высказываний запрещены даже уголовным кодексом России. Любимая статья местных правоохранительных органов «Экстремизм» по такому объединению за решетку не раз отправляли критиков действующей власти. Но в случае с интернет-троллями, занимающими ту самую правильную позицию, этот документ, видимо, не работает. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал «Интер». Украина неуклонно придерживается минских договоренностей, но вместе с тем усиливает свои позиции. Президент Петр Порошенко на заседании СНБО, оно началось вечером, заявил, план строительства фортификационных сооружений уже утвержден, а свою обороноспособность страна будет наращивать так же и за счет помощи США. И вот что сказал президент. Мы будем озброены беспилотными летательными аппаратами, тактичными. Нам приставляют дополнительно станции радиоэлектронной боротьбы, станции контрбатарейной боротьбы. Мы прекратили огонь. Это не означает, что мы не открываем огонь в ответ. Мы делаем все возможное для того, чтобы порог держать сухим. Ну а Польша намерена закупить у США томогавки для оснащения своих новых подводных лоток. Крылатые ракеты такого типа размещают на самолетах или кораблях. Томогавк внесет примерно 500 килограмм взрывчатых материалов и поражает цели на расстоянии более тысячи километров. Американский городок Фергусен снова в центре внимания мировых СМИ. Что на этот раз и во что это выльется? Дмитрий Еловский из Вашингтона. Площадь перед зданием полиции стала вновь полем боя. Так как это уже когда-то было в ноябре 2014 года или прошлым летом. Тогда массовые волнения, погромы и драки были спровоцированы убийством темнокожего подростка, которого застрелил белый полицейский. На сей раз Фергусен стал горячей точкой на карте Америки после того, как городские чиновники стали массово писать заявления об уходе. По мнению местных жителей, таким образом власти ну просто уходят от ответственности. И увольнения эти начались буквально сразу после публикации отчета о действиях полиции Фергусена, которая, как выяснилось, по-разному относилась к задержанным в зависимости от цвета их кожи. В ходе протеста кто-то в толпе вдруг открыл огонь по кордонам правоохранителей. Две пули ранили стражей правопорядка. К счастью, обошлось легкими травмами. Но вот кто именно стрелял, найти не удалось. Вообще в этот раз ситуация в городе куда сложнее. Объединились два лагеря протестующих, которые раньше были в такой конфронтации, то есть друг против друга. Первые были недовольны отставками главы администрации города Джона Шоу, начальника полиции Томаса Джексона. Скандировали лозунги, а вторая группа вела себя куда более агрессивно. Кроме полиции они оскорбляли и журналистов, и других собравшихся. Но требование у протестующих было в принципе одно. Чтобы все те, кто несет ответственность за политику расизма, как можно скорее покинули свои рабочие места, а еще лучше предстали перед судом. Население Фергюсон, надо сказать, преимущественно темнокожие. А вот городская власть, в том числе и руководство полиции, все как один белые. Не допустить нового кровопролития будет очень сложно. Ведь проблема расизма с прошлого осени никуда не делая. Скорее они просто как-то стали меньше говорить. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Как отбирают новых патрульных? За что наказывает Крымский суд? И кому отказано в статусе королевской дочери? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Не крышевать, но защищать. Метаморфозы на украинских дорогах. Смотрите в июне. Сказала, где-то будет Мерседес. Какий приз бачите, но мы думаем, что все-таки возможно будет. Бомба на съемочной площадке. Кто спас Игру престолов от реальных жертв? Врезаться в ограждение возле Белого дома. На что еще способны секретные агенты под шофе? Винницкий горсуд второй день никак не может избрать меру пресечения судья Печерского райсуда Виктору Китюку. Обвинение настаивает на его аресте. Мол, Китюк может оказывать давление на автомайдановца Максима Черкасенко. А также использовать свое служебное положение, чтобы помешать расследованию. Китюка подозревают в том, что он, основываясь на поддельном рапорте ГАИшника, забрал на полгода права автомайдановца. Сам Китюк все отрицает. Черкасенко никогда не заявляет о том, что он имеет любую причастность к так называемому руху автомайдану. Ни в судовом заседании, ни в пояснениях, ни в апелляционных скарствах Черкасенко, который был представлен профессиональным защитником, Никто из этих людей не вказал на то, что рапор Козака он не подписан. Он уже погрожил безусловно потерпелому Черкасенко. Это безусловно показы потерпелого Черкасенко. Заседание по Китюку перенесено на завтра, а вот в Симферополе суд по троим активистам Шевченковского митинга сегодня вынес решение. 40 часов исправительных работ. Леонида Кузьмина, Вильдара Шукруджиева и Александра Кравченко посчитали виновными в нарушении правил проведения акции в демонстрации запрещенной символики. Напомню, митинг 9 марта в честь дня рождения Шевченко был санкционирован. За порядком наблюдали силовики, а под конец троих задержали за то, что они надели вышиванки и принесли украинские флаги. Адвокат уже готовит апелляцию. Украинская символика на сегодня не запрещена на территории Крыма, но, так скажем, мягко говоря, она нежелательная на территории Крыма. Да, это постановление именно об этом. Если расшифровать. Еще немного, и они появятся на столичных улицах. Новые лица в милиции. Кто они, что умеют и кого не берут. На последних экзаменах была наша Елена Зорина. Стадион Старты. Парни в кроссовках. Это претенденты в новые патрульные. У них сегодня экзамен физподготовка. Да, там, в принципе, все легко. Это же физкультура. Мы же вроде мальчики. Андрей из Коростыня. Ему 21. Работает тренером по борьбе за тысячу гривен в месяц. Решил стать патрульным из любопытства. Хочу попробовать постреть, как это. Сейчас заканчиваю педуниверситет и закончил агроуниверситет. Сергей уже с утра разминается. Приехал на велосипеде. Обычно за день наматывает до 70 километров. Сегодня немножко. Километров пять. Он бывший сотрудник милиции. Работал в одном из столичных райотделов, но ушел из-за несогласия с системой. Хотел бы изменить работу полиции. Украинский, русский, знаю. Свободно. Немножко английский, немножко иврит. Деньги на реформу дают американцы. Уже сейчас конкурс 10 человек на место. Примерный портрет патрульного выглядит вот как. Возраст от 24 до 29. Это он или она? Треть претендентов девушки. С высшим образованием, необязательной столицы и без опыта работы в правоохранительных органах. Экзамен в разгаре, но снимать процесс можно разве что вот здесь. За забором это требования и инструкторов, и конкурсантов. Чтобы не было лишнего давления, смущения, да и дополнительного аргумента для пересдачи. Сто метровка кросса, 12 подтягиваний. Это высший пилотаж. Валера тянется к перекладине с перемотанной рукой. Это гипс по дороге снял. Еще две недели надо походить гипс. Восемь раз результатами я доволен. Сегодня сдают экзамен почти три сотни парней, но пройдут не все. Некоторые показывают результаты спортсменов, а некоторые не могут дотянуть даже до нормативов. С подтягиванием также, да, есть проблемы в этом плане. Всего пять тестов на логику, психологические, а еще медкомиссия, физкультура и собеседование. Уже со следующей недели те, кто их прошел, начнут обучение. Все, мы сдались. Сказали, где-то будет Мерседес. Какий приз видите, но мы думаем, что все-таки возможно будет. Мы, может, разов по десять подтянулись. А на двух тут много получается. Новым патрульным обещают и новую зарплату до 8 тысяч гривен. Сергей и его коллега пока, как и раньше, дежурят на старом месте. Тесты не сдают, хотя работать по-новому готовы, но только за новые деньги. Ну, это я сейчас получаю 2 тысячи гривен. Будь что будет. Елена Зурина, Вадим Свиридонов, подробности телеканал Интер. Обыск или рейдерский захват в Днепропетровске под угрозой крупнейший в регионе производитель хлеба и муки предприятия Днепромлын. С обыском туда пришла не милиция, не СБУ, а батальон Днепр-1. Без свидетелей, без следователей бойцы провели обыск. Трудовой коллектив уже обратился в прокуратуру с просьбой вмешаться. Работники считают, что Днепр-1 пытается захватить предприятие. Группа людей в камуфляже с оружием, не имея ордера или другого документа на обыск, воровалась на территорию отдельно стоящих складов и избили охрану, положили их лицом на землю. После этого они заявили, что якобы черенки от лопат, 20 гранат и бутылки с какой-то жидкостью были там обнаружены. СБУ они, наверное, не пригласили, потому что к тому времени еще не успели подкинуть гранаты. Имеет место банальное рейдерство только в патриотической упаковке. А сомнительные средства всегда выдают и сомнительные цели. Один из учредителей Днепр-1, ну, скажем, минувшей осенью был достаточно жесткий конфликт вокруг результата выборов на 38-му территориальном округе. И я так понимаю, что, собственно, это предопределило то, что данный учредитель предприятия попал в черные списки. Законопроект, предусматривающий национализацию Приватбанка, зарегистрирован в Верховной Раде. Владельцем банка является украинский олигарх и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Текста проекта на сайте парламента пока нет, но известен его номер 2365 и инициатор документа – это народный депутат Александр Онищенко. На данный момент Приват – крупнейший банк страны. Он занимает как минимум 15% всего рынка. В Луганской области ЛНР-овцы отключили сегодня вещание 23 украинских телеканалов и российского оппозиционного канала «Дождь». Также в городах и селах области подконтрольных Украине украинского ТВ теперь нет. Вместо него российское. Мы собрали для вас главные фейки российского ТВ за последнее время. Просто посмотрите на это. Еще пару месяцев назад обычный 45-минутный выпуск новостей на российском ТВ выглядел так. 75% сюжетов – резко негативные новости об Украине. Теперь градус ненависти чуть снизился, но это только на первый взгляд. Хунта – это военная группировка, которая захватывает власть и устанавливает диктатуру. Бандеровцы, что перешли от слов к делу – это уже каратели. Следующее слово – еще один, увы, совсем не веселый неологизм Майдана. Хорошие украинские нацики и русофобы. Чем бредовее информация, тем быстрее в нее верят, говорят психологи. Вот, например, статья чешского новостного портала и фото с названием. Так должны приветствовать нацистов в Украине. На самом деле это жители города Коломы стоят на коленях, провожая в последний путь бойца-земляка Романа Фурика. Или вот еще один недавно появившийся креатив. Проект тысячегривенной купюры, который отражает ценности новых украинских элит. Что произойдет с человеком, если его на неделю окружить только российскими каналами? Ответ нашел американский писатель Гарри Штейнгард. Он провел эксперимент, заперся в номере отеля, где на трех экранах постоянно работали российские федеральные каналы. В результате, на третий день эксперимента Штейнгард заявил, голоса ведущих его гипнотизируют. На пятый день экспериментатор вызвал к себе психолога, а на шестой ушел в запой с самого утра. После издевательства над собой писатель дал интервью единственному в России оппозиционному Кремлю, телеканалу «Дождь». Это был очень жестокий эксперимент. Я начал принимать, скажем, снотворное, столько, в таком количестве, что просто можно было вылубить слона. Мне началось все это сниться. Но меня российское телевидение очень подействовало. Худшая пропаганда, перекрученная правда. Вот сюжет подробностей об украинских экспериментальных вакцинах от рака. Изобретатель рассказывает о его инновации. А вот что сделал канал «Россия-24». Они украли наш сюжет, оставили слова медика, но придали им совершенно другой смысл. Вот их творение. И ведь даже демонстрируют препарат. На колбе написано «Окись железа, из такой делают магнитики». И олеат натрия. Его в моющих средствах используют. Выходит, смешал железо с мылом. Вот тебе и украинское лекарство от рака. Чтобы не попасть под влияние пропаганды и не превратиться в кремлевского зомби, психологи дают простой совет. Думайте самостоятельно, анализируйте и сомневайтесь. Татьяна Авинникова, подробности, телеканал «Интер». Греция угрожает Германии. Между странами разгорелся нешуточный конфликт вокруг выплаты репараций за преступления времен Второй мировой войны. Афины предупреждают, могут конфисковать собственность Германии в стране, если Берлин не выплатит компенсации родственникам жертв. Немцы уже платили грекам в начале 60-х, но, как подсчитали в Греции, этого недостаточно. Нет бюджета, все заморожено, на носу выборы и непонятно, как платить по счетам. Как государство Израиль выживает без главного финансового закона? И чем ему грозит небывалая единодушие среди арабских кандидатов? Подробнее Сергей Ауслендер из Иерусалима. До выборов меньше недели и потоки компромата, которые выливают друг на друга участники этой предвыборной гонки, принимают просто угрожающие масштабы. Остается лишь удивляться, как эти люди вообще на свободе и до сих пор живы под грузом своих грехов и проступков. И вот за всеми этими баталиями общественность как-то подзабыла о важной вещи. В стране-то нет бюджета, Кнесет самоликвидировался и не успел его утвердить. Все заморожено, все проекты новые заморожены. Финансирование министерств осуществляется, исходя из норм прошлого года. Это все очень сложно. Самая большая проблема – остановлено строительство дорог и развязок. Более того, выяснилось, что растет дефицит бюджета. В начале каденции уходящего правительства он составлял примерно 2,5%. Это прекрасный показатель на уровне развитых стран, но позднее он увеличился и довольно существенно. В министерстве финансов ребята поработали, чиновники что-то пересчитали. И оказалось, что дефицит 3,5%. Потом они опять что-то пересчитали. Это все было буквально в течение двух недель. И дефицит стал 5%. Так что новому правительству, скорее всего, придется начинать с непопулярных мер сокращения расходов. Но это будет в лучшем случае через месяц. Пока же в предвыборной гонке произошел интересный поворот. Арабские партии, их 4, объединились в единый список. Причем вошли в него организации с совершенно разными убеждениями и платформами. И исламисты, и националисты, и даже коммунисты. Все это сделано с единственной целью набрать на выборах побольше мандатов, чтобы впоследствии можно было голосовать против. Например, против того же бюджета. Во всяком случае, арабы в израильском парламенте никогда не голосовали за его утверждение. Сергей Услендер. Подробности. Телеканал Интер. Израиль. Бомба на съемочной площадке Игры Престолов и повышенные меры безопасности на съемках аббатства Даунтон. Что произошло и при чем здесь герцогиня Кембриджская? Расскажет Оксана Кундеренко, наш корреспондент в Европе. На съемках одного из самых жестоких сериалов, где количество сцен насилия зашкаливает, едва не появились настоящие, а не киношные жертвы. В Белфасте, где снимаются Игры Престолов, предотвратили теракт. Самодельную бомбу планировали заложить в павильоне Titanic Film Studios. А именно в кафе, где обычно собираются охранники. Среди них немало отставных полицейских и военных. Бывшие силовики как раз и были целью экстремистов-республиканцев, выступающих за объединение Ирландии. Трагедии избежали благодаря некому информатору. Спецслужбы усилили охрану на студии. Но других подробностей о том, кого подозревают и, может, даже задержали, не сообщает. Усиленная охрана сегодня и на лондонской Эллин Стюдиос. Там принимают высокую гостью, герцогиню Кембриджскую. Визит был бы очередным рутинным мероприятием, если бы не очень заметно округлившийся живот Кейт. Уже в апреле она родит второго ребенка. Ну и, как обычно, поклонники больше обсуждают ее наряд и внешний вид, чем цель визита. Кейт Миддлтон пригласили на съемки сериала «Аббатство Даунтон» – популярнейшая история об английских аристократах начала прошлого века. Сейчас как раз снимается шестой, заключительный сезон. А сама Кейт, по слухам, большая поклонница этой драмы. Еще бы, в «Аббатстве» как раз ломаются стереотипы о том, что простые, незнатные британцы становятся членами богатых аристократических семей. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Подвыпившие агенты секретной службы возле Белого дома, секс-бизнес на военной базе и сухой алкоголь уже скоро на наших столах. Об этом и не только в нашем обзоре. Погуляли на славу сотрудники секретной службы США. На машине врезались в ограждение Белого дома. Агенты перебрали спиртного на вечеринки и возвращались домой. Один из них якобы сотрудник персональной охраны Барака Обамы. Инцидент расследует Управление внутренней безопасности. В администрации президента произошедшее не комментируют. Бордель на военной базе. Сержант Грегори Маквин зарабатывал на сослуживцах. Организовывал на базе Форт Худ в Техасе секс-бизнес. Предлагал женщинам военным интим за деньги с другими офицерами. Правда, до этого сам проверял правопригодность этих дам. Теперь сержанту-сутенеру светит до 40 лет тюрьмы. Маквин признал свою вину и уже пошел на сотрудничество со следствием. Собачья диета. В США хозяйка спасла от смерти таксу с лишним весом. 25-килограммовую собаку девушка забрала у своего дяди. Он кормил ее только фастфудом. Еда для собаки и длительные прогулки на свежем воздухе за два года помогли похудеть таксе на 20 килограммов. Теперь пес хвастается новыми формами. Правда, чтобы убрать обвешую шкуру, собаке еще пришлось перенести три операции. Просто добавь воды. В США уже этим летом может появиться в продаже порошковый алкоголь. Изготовлять сухое спиртное будут из напитков премиум качества на заводе в Аризоне. Начнут с водки, рома и коктейлей. Пока в одних американских штатах с нетерпением ждут появления чуда алкоголя, в других уже размышляют, не стоит ли его запретить. Аватар обвиняют в плагиате. Чеченский писатель Руслан Закриев грозится отсудить у режиссера Джеймса Кэмерона миллион долларов. Голливудский кинематографист якобы украл сюжет его романа «Секретное оружие», который появился в интернете в 2002-м. Кассовая лента вышла в прокат только в 2009-м. На деньги чеченец собирается снимать фильмы по собственным сценариям. Красивое имя, а главное редкое. В Великобритании может исчезнуть ранее популярное имя Гэри. Теперь так называют не более 30 мальчиков в год. Раньше его давали 200 младенцам. Спасти имя может королевская семья. Британцы уже призвали герцогиню Кембриджскую Кейт. Если родится сын, назвать его Гэри. Ни отцовской любви, ни признания. Суд отказал в генетической экспертизе бельгийке, которая называет себя незаконорожденной дочерью испанского короля. И тут вдруг у нее обнаружился новый родственник. Кто это? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Еще до восхождения на трон он полностью соответствовал своему имени. Дону Жоану Карлосу ничто человеческое не было чуждо. Кого только не приписывали ему в любовницы. И принцессу Диану, и Пенелопу Круз, и даже троих солисток из ансамбля «Березка». Так что новость о том, что у короля есть внебрачная дочь, особо испанцам не потрясла. Я жду только одного, что он меня признает, и я смогу с ним общаться как с отцом. Это все. Бельгийская домохозяйка, а в прошлом ювелир Ингрид Сарсио до 47 лет не имела понятия, кто ее настоящий отец. Ее мать Лилиан об этом не особо распространялась. Но однажды поведала, будучи 33-летней бельгийской девственницей, поехала на курорт Коста-дель-Соль и встретилась с будущим монархом в ночном клубе. Провела с ним три ночи в отеле класса люкс. Ингрид, барышня состоятельная, узнав правду, вначале просто писала папе письма, чтобы не вносить ссор из монаршей избы. Он не отвечал. Вот дама решила подать в суд, дабы доказать родство. Психологи говорят, все правильно. Каждый ребенок, даже если ему под полтинник, хочет знать своего родителя. Но для Ингрид пока ничего хорошего. Это желание доказать родство с самим королем не принесло. От нее ушел муж. Разладились отношения с детьми. Правда, ей удалось найти брата по несчастью. Испанский официант Альберт Соло тоже претендует на родство с Хуаном Карлосом. Впрочем, его иск суд также отклонил. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера. И до встречи.